Новое поколение лендровера Defender вскоре доберется до российских дилеров. Уже объявлено, что этой осенью представители марки получат первую партию из 130 машин. Все они будут отличаться богатым оснащением. В гамме заявлены несколько двигателей на выбор. Это два варианта двухлитрового четырехцилиндрового турбодизеля, а также рядная бензиновая шестерка. К последней прилагаются электрический надув и мягко-гибридная надстройка. Все версии оснащены восьмиступенчатым автоматом ZF, постоянным полным приводом и понижающей передачей. Кроме того, машины из первой партии будут иметь пневматическую подвеску. Также Land Rover огласил содержимое комплектаций. В базовую SE включены кожаный салон, электропривод передних сидений, автономный обогреватель, двухзонный климат-контроль плюс обогревы руля и лобового стекла. Продолжает список 10-дюймовый дисплей аудиосистемы, виртуальная панель приборов, аудиосистема Meridian, светодиодные фары, камеры кругового обзора, бесключевой доступ и 20-дюймовые колеса. С таким набором оборудования короткобазная трехдверка Defender 90 будет стоить 4 млн 512 тыс. рублей. А вот рублевый ценник длиннобазной пятидверной версии пока не обнародован. Также российский офис британской марки молчит по поводу старшей комплектации HSE. Полный прайс-лист должен быть сверстан через пару месяцев. Тогда мы узнаем, сколько будет стоить базовый Defender. Ему уготованы тканевая обивка, аналоговые приборы и даже штампованные колеса. Напомним, что новое поколение внедорожника построено на доработанной и усиленной платформе от нынешнего Discovery. Таким образом модель перешла на несущую конструкцию кузова, отказавшись от лестничной рамы и неразрезных мостов. В салоне спереди может стоять трехместный диван. Причем для короткобазной версии это стандартная комплектация. Для пятидверки можно заказать третий ряд. То есть Defender 90 имеет шесть посадочных мест, а Defender 110 от пяти до восьми. Можно ли будет заказать сдвижную матерчатую секцию крыши, а также любой из 170 фирменных аксессуаров, мы узнаем позже. Все внедорожники будут поставляться из Словакии, где запущен новый завод компании Jaguar Land Rover. Причем для короткобазной версии это стандартная комплектация.